От пациентки, ХОПУС 2016 года, легочная гипертензия. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 55 лет. Дата исследования – 31 марта 2021 года. При мультиспиральной компьютерной томографии, с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции, органов грудной клетки, легкие расправлены, в легких свежие очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Пневматизация легочной ткани диффузно снижена, преимущественно в заднебазальных сегментах за счет ретикулярных изменений, гиповентиляции. В базальных сегментах, обоих легких, преимущественно парокастально, сформированы немногочисленные фиброзные тяжи, участки локального пневмофиброза, наиболее крупный фиброзный тяж слева в С5. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, новообразований в нем не визуализируются. Внутри грудные лимфатические узлы не увеличены, обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях и перикарде не выявлено. Свежих костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Умеренно выражены и дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника. Сердце несколько расширено преимущественно за счет левых отделов, кардиоторокальный индекс 0,51. По стенкам коронарных артерий и аорты, немногочисленные кольцефицированные атеросклеротические бляшки. Диаметр аорты не расширен на протяжении всей зоны сканирования. Диаметр легочных артерий 24 мм справа, 23 мм слева. Подмышечные и лимфатические узлы не увеличены. Заключение КТ-картины снижения пневматизации преимущественно заднебазальных сементов легких, легочной гипертензии, кардиомигалии. 1 апреля 2021 года доцент кафедры КМН. Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога. В целом, на мой взгляд, в легких на первом месте стоят признаки застойных явлений и гиповентиляции, что является следствием снижения функции сердца, а не проявления хопл. Пневматизация легочной ткани снижена за счет застоя крови, отека ткани, формирующий каркас легких. Легочные артерии и сердце расширены, но не критично. Вам имеет смысл сделать ЭХКГ, УЗИ сердца, для уточнения его функции. С этим имеет смысл обратиться к кардиологу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok